Народный артист России, оперный певец Вадим Тирон, 20 июля даст единственный концерт в городе Кумертау. Накануне этого события наша съемочная группа побеседовала с певцом и его семьей. Дочь Вадима Васильевича рассказала нам о своем отце. В быту, ну как, наверное, все мужчины, он шумный, веселый, сильный, как человек он очень отзывчивый, добрый, может быть где-то резкий, может быть где-то настойчивый очень, но он всегда был любящим и всегда был очень таким чувственным. Быть дочерью известного артиста, гастролирующего по всему миру, непросто. Скучала я очень долго, много по отцу, потому что действительно росла я с мамой и с отцом, и папы всегда, часто нам не хватало, очень часто он был в разъездах, часто это разъезды были и по месяцу, и по два, и когда он возвращался домой, ну это, конечно, была радость для всех. О пути артиста к вершинам можно рассказывать очень много и долго. Но основных переломных моментов в своей карьере Вадим Тирон выделяет несколько. Переломными были моменты, когда я учился на четвертом курсе Института культуры, Бартийский государственный институт культуры. Из четвертого курса меня пригласили в оперный театр, я пел. Первая партия была «Дон Кайро», это «Кармен Бизе». Вадим Васильевич объездил с гастролями весь мир, а во время гастролей может случиться всякое. Однажды мне в Зубцове, это Тверская область, маленькая девочка, ну где-то, не знаю, ну года два-три, наверное, три, ну может быть четыре, не знаю, ну так. И руку тянет, у папы на руках, руку тянет, и маленькая такая игрушка. Я ее, вообще это было для меня, это фурор. Я всем показал, говорю, вот, это мне подарил ребенок, самый дорогой подарок у меня, вот эта игрушка. И она у меня до сих пор дома, все стоит там, ну это незабываемо. Сейчас Вадим Васильевич живет в Твери, но родился и вырос он в Кумертау. Каждый год Вадим Тирон приезжает на свою малую родину, чтобы навестить родных, пройтись по любимым местам, вспомнить родную четвертую школу, а также подарить жителям города частицу своего творчества. 20-го числа в 7 вечера приглашаю вас на праздник. Я попытаюсь его сделать. Почему? Потому что, ну, постараюсь не наврать, отдать вам все, что у меня есть, пожелать вам счастья. Здоровье, счастье, самое главное. А если счастье, там все, и здоровье, и денежный доход, и, ну, в общем, будьте счастливы. Возможность послушать профессиональный вокал жителям нашего города выпадает нечасто. Поэтому предстоящий пятничный концерт станет большим событием в культурной жизни города. И лично я его не пропущу. Алексей Тартыгин, Николай Осипов, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова